Химики раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива на Земле. Химики раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива на Земле. 15-17 фото. Лилии. Черепки и сосуды древнекитайских пивоваров. Фото. Лилии. Москва, 4 ЮН РИА Новости. Китайские ученые проанализировали химический состав горшков, которые использовали древние китайские пивовары, и раскрыли крайне необычную рецептуру первых алкогольных напитков Земли. Их предварительные версии были опубликованы в журнале ПНАЗ. Наше открытие в очередной раз показывает, что алкоголь играл важную роль в жизни первых фермеров планеты. Скорее всего, он даже мог способствовать распространению риса и самого сельского хозяйства. В целом спиртные напитки и связанные с ним праздничные возлияния помогали людям укреплять социальные связи и заключать союзы, рассказывает Лялю. Лилии. Из Стэнфордского университета, США. Рецепты старинопредки человека, как выяснили ученые 4 года назад, познакомились со спиртным относительно недавно, около 10 миллионов лет назад. В этот момент времени они приобрели ряд мутаций в генах ADH4 и Old1A1, отвечающих за нейтрализацию и вывод этанола. Эти изменения ускорили работу данных участников ДНК и защитили древних протолюдей от отравления спиртом при поедании подгнивших фруктов. 20 декабря 2016 года, 11.53. Ученые выяснили, когда люди начали варить еду в горшках, раскопки в Ливии и химический анализ стенок древних горшков помог археологам доказать, что наши предки начали варить еду в горшках и хранить готовую пищу в керамических сосудах уже 10 тысяч лет назад. Первые следы древнего пивоварения, как отмечает Лю, археологи нашли в Китае еще в начале прошлого века, когда ученые раскопали два древних поселения древних жителей Поднебесной, Линкау и Гуантайюань, расположенных на территории провинции Шиньси. На их территории было найдено множество округлых сосудов с очень узкими горловинами и плотными крышками. Они были очень похожи на пивоваренные чаны, в которых современные жители провинции сбраживают рис и другое сырье для изготовления спиртных напитков. В прошлом у ученых не было возможности проверить эту гипотезу, что порождало массу неразрешимых споров, теории и гипотез. Относительно недавно химики научились решать подобные задачи, обнаружив, что стенки глиняной посуды содержат в себе множество пор, куда часто попадают молекулы жиров, белков и прочих веществ, содержащихся в пище или напитках. 12 августа 2015 года, 13.34. Биологи раскрыли загадку появления закваски для пиволагер. Знаменитое пиволагер было изобретено в 15 веке в Германии благодаря скрещиванию обычных хлебопекарных дрожжей и их диких родичей из Южной Америки, случайно попавших в Центральную Европу после вояжей Колумба и других мореплавателей в Новый Свет. Современные пивовары используют для этих целей солод намоченный и пророщенный из семена злаков, вырабатывающие природные ферменты, способные расщеплять полисахариды на глюкозу, мальтозу и другие углеводороды, которыми могут питаться дрожжи. Многие историки считают, что первые пивовары не знали этого и пользовались или своей собственной слюной, или выделениями различных грибков для разложения крахмала. Вдобавок, как отмечает Ли, древнейшие китайские хроники повествуют о том, то что пивовары того времени использовали для этих целей особую субстанцию, которую они называли словом цу или цзюцуй. Она могла быть составлена из самых разных ингредиентов пшеницы, риса, гороха, ячменя или различных диких растений. Судя по ее описанию, эта масса служила питательной средой для особых бактерий, грибков и дрожжей, которые одновременно извлекали сахар из злаков и превращали его в этанол. Позже цуи ступил место ли классическому салоду, и сейчас ученые спорят о том, существовала ли первая субстанция в реальности и из чего она состояла. 8 февраля, 3 часа. Британские ученые выяснили, стоит ли пить пиво перед вином. Что самое интересное, ученые обнаружили, что жители Ленкау и Гуанта-Аю, они использовали разные техники извлечения сахара из злаков. Обитатели первой деревни, судя по присутствию следов шелухи в глиняной посуде, применяли соло для этих целей, и добавляли рис в свое пиво. С другой стороны, пивовары из второго поселения, как на то указывают споры плесневых грибков из родов, аспергилос и ризопис, действительно использовали цуи в своей практике, используя несколько другой набор злаков. И в том и в другом случае, как предполагают ученые, жители этих деревень получали слабоалкогольные напитки, похожие по вкусу и силе на современное сорговое пиво. Существование сразу двух рецептов поварки пива, как отмечает Ли, говорит о том, что и традиции пивоварения могли появиться значительно раньше, чем сейчас предполагают ученые, и появиться практически одновременно с сельским хозяйством. Вполне возможно, что они играли существенную роль в распространении земледелия, заключают ученые.